Станция Спортивная Станция Спортивная С окончанием эпохи античности перестали проводиться олимпийские соревнования. Беговой спорт продолжил свое развитие в 18 веке. Особенно распространился он в Англии, где регулярно проводились старты. В 1837 году состоялся первый забег с препятствиями, а в 1845 году старты на длинную дистанцию. В России беговой спорт выделился в спортивную дисциплину в 1888 году с возникновением кружка любителей спорта. Уже через год состоялись первые официальные соревнования. А в 1901 году в Швеции члены кружка выступили на международных состязаниях. В 1912 году отечественные спортсмены дебютировали в Олимпийских играх. В период СССР беговой спорт приобрел массовый характер. Отечественные легкоатлеты с успехом выступали на Олимпийских играх. Беговой спорт продолжает развиваться и сегодня. Что касается любительского бега, он приобрел большую популярность. Во всех странах мира люди бегают в парках, на стадионах и просто по улицам. Желающие могут посоревноваться в массовых забегах. Легкоатлетика укрепляет сердечно-сосудистую систему. Она в целом укрепляет опорно-двигательный аппарат. И помимо основных всех двигательных качеств, также развивает ребенка социально, духовно, психологически. Ребенок становится более уверенным в себе, он учится быть целеустремленным, добиваться своих целей, учится дисциплине. В спортивном беге выделяют основные дисциплины, каждая из которых также дополнительно делится по дистанциям. Самым зрелищным состязанием считается спринт, или, иначе говоря, бег на короткие дистанции. Итог забега предугадать невозможно. Иногда первым к финишу может прийти спортсмен, бегущий последним. Кроме того, существует бег на средней дистанции. Этот вид нечто среднее между спринтом и длинной дистанцией. Поэтому часто спортсмены-спринтеры отлично преодолевают среднюю дистанцию 800 метров. Длинными, как их еще называют стайерскими дистанциями, считаются от 3 километров. За ними следует шоссейный бег, он разделяется на 20-ти и 30-ти километровые дистанции, полумарафон, марафон и суточный бег. Существует также барьерный бег и эстафета. Бег, используемый в фитнесе, тоже подразделяется на несколько разновидностей. Челночный – выполнение установленного норматива на время. Интервальные – чередование бега и ходьбы. Джогинг – бег трусцой с умеренной скоростью. Кросс – по пересеченной местности с разным типом покрытия и преодолением подъемов, спусков и естественных препятствий. Сейчас у детей идет первый период подготовки. Дети, которые приходят, они учатся бегать и спринт, и длинные дистанции, и барьерную науку изучают. Сейчас общая специализация, то есть учатся прыгать, учатся метать, и шиповка юных для детей проводится для того, чтобы дети могли себя попробовать в разных видах, и потом уже тренер смотрит, что лучше у ребенка получается. Спринт, средние дистанции, длинные прыжки, метание. Профессиональные занятия бегом отличаются от любительских тем, что подразумевают постоянные тренировки с целью улучшения показателей скорости, выносливости и силы. Кроме того, все движения в спортивном беге производятся соблюдением определенной техники. Человек, который просто идет с ребенком бегать, он его просто учит укреплять здоровье, бегать как получается. А уже подводящие упражнения, координация. Ведь на легкой атлетике дети учатся основам акробатики, даже включаются в тренировку. Восстановка стопы, дыхание, правильная работа рук. То есть тренер все это видит, контролирует. Бег является не только основой легкой атлетики, но и любого вида спорта. Спортсмены дополнительно занимаются бегом, чтобы стать выносливее, сильнее и быстрее. Я хожу на теннис, у меня все мышцы зажаты. Я хожу сюда, чтобы их разминать. Я езжу на соревнования для удовольствия и еще, чтобы в теннисе быстро бегать и всех выигрывать. Какими видами спорта еще занимаешься? Воздушная гимнастика, все. Как тебе бег помогает в воздушной гимнастике? Там нужны сильные руки и ноги, этим и помогает. Я решил заниматься легкой атлетикой и примерно уже три месяца. А почему решил заниматься? Ну, решил немножко свои ноги размять. Среди участников секции по легкой атлетике много победителей и призеров соревнований. Секрет успеха прост. Главное – регулярные занятия. Постоянные тренировки, делать упражнения дома, которые говорят тренеры, и стремиться к своей цели. А какая самая любимая часть тренировки, что больше всего нравится? Ну, когда вот только начинается разминка, вот мы бегаем, вот это нравится больше всего. Пока что я просто научился хорошо бегать, стал выносливее и, в принципе, то есть сильнее. Бегать – это полезно, например, если я опаздываю, куда-то можно побежать. Безусловно, за каждым выдающимся спортсменом стоит наставник. Тренировки по легкой атлетике в целом и бегу в частности проводит опытный тренер с ярким прошлым профессиональным в спорте и большим опытом в тренерской деятельности. Я сама профессиональная спортсменка, я мастер спорта по легкой атлетике в спринте-барьерах и средних дистанциях. Я была в сборной России, выступала на международных соревнованиях, первенства России, чемпионата России, первые призовые места. По юниорам я выступала на чемпионате мира, на чемпионате Европы, и там тоже призовые места. Вот у эстафет 4 по 400 бегала лично 400, 400 с барьерами, 800. Но пока еще в детстве бегала разные дистанции, даже полуторку, 3 километра. Но мне всегда очень нравились барьеры, но так как моя основная специализация была 400, то к барьерному бегу я уже пришла в конце своей профессиональной деятельности. Кроме всего прочего, благодаря бегу улучшается работа дыхательной системы, увеличивается объем легких, повышается эффективность газообмена, укрепляется сердечно-сосудистая система. Кислород эффективнее поступает в ткани организма, а иммунная система становится более устойчива к вирусам и бактериям. Нервная система работает активнее, повышается активность работы мозга. Бег помогает справиться и предотвратить депрессию, нормализует сон. После тренировок повышается работоспособность, организм дополнительно вырабатывает гормоны – эндорфины, серотонин и дофамин, которые повышают настроение и мотивированность. Во время бега и после него запускается активный процесс расщепления жировых клеток и улучшается физическая форма. Даже легкая пробежка помогает сжечь сотни калорий. Бег – самый доступный вид спорта. Для тренировок достаточно купить подходящие кроссовки с супинатором и спортивные вещи по сезону. А бегать можно в парке у дома или по улицам города. Легкоатлетика – это вообще база для любого вида спорта. И самый легкодоступный вид спорта, потому что для него нужны только форма, кроссовки и желание заниматься. Легкоатлетика, да, вот бег конкретно, развивает все группы мышц. Но дети должны, чтобы была хорошая работа рук, мы учимся подтягиваться, отжиматься. То есть идет разностороннее физическое развитие на все группы мышц. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Берегите себя, занимайтесь спортом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова